Приветствую вас на канале Danio. Сейчас мы рассмотрим обзор скиммера в исполнении бренда Aquail. Он не автономный, он работает с помощью насоса, то есть у него встроенного насоса никакого нет, он не перемещается свободно по пруду, у него есть якорный фиксатор, ну плюс ко всему он шлангом, можно сказать, привязан к насосу. Состоит он из такого вот резервуара под утяжелители, то есть скорее всего камни банальные и вот таких вот двух стаканов. Эти стаканы собираются вернее как в таком положении, так и наоборот. Но правильным является только вот это положение, когда рифленая пластиковая поверхность серая у вас сверху, а черный подсоединительный патрубок резьбовой, собственно говоря, для вот такой насадки. Резьба, кстати, тоже сразу не хватает, то есть нелегкая сборка, надо еще попасть в шах резьбы. Ну, либо тут еще можно накручивать, если видите, резьбовое соединение, различные патрубки, переходники, если того требует насос. И разместив его на поверхности, сам пластик легкий, он, конечно же, будет всплывать и выныривать из воды, но, так как у вас есть второй элемент, который грузиком называется, снабженный вот такой цепочкой, карабинное соединение, соединяется с верхней частью на пластиковый хомут обычный, простейший хомут, который в строительстве, который применяется там, в упаковке некоторых материалов, также встречается вот такой вот креатив в польском исполнении. И эта часть у нас тянет на дно, придерживает, не дает выпрыгнуть пластиковой части из воды и принять горизонтальное положение и плавать поплавком. Она находится вот в таком вертикальном положении, и вода затягивается вот здесь вот через вот этот рифленый рифленый край и идет вниз. Здесь собираются листва, все опавшие там листва деревьев и остальное мусор, который часто собирается на водной поверхности вашего водоема. Здесь у нас ступенчатая насадка под различные диаметры, от небольших до покрупнее, я так понимаю, что данный скиммер станет на большинство насосов Акваэль семейства ПФН, ну и также таких же диаметров любых других производителей, будь то Хаген, Хейм, Сансан и так далее. Что хочется отметить? Ну, в принципе, здесь как бы собрали и собрали, но не важно, что оно как погремушка, оно в воде, греметь не будет, но вот по части грузика вместе, где цепляется карабин, что мы сразу заметили, здесь у нас вот такой, причем еще и дырявое, пластиковое ушко. Надеюсь, вам будет видно. Поворащаю, чтобы взять на свет упал на него. Я не думаю, конечно, что оно сразу сломается, но можно было бы как бы посерьезнее сделать в данном месте фиксатор. Ну, у кого будет опыт эксплуатации, тоже как бы не поленитесь, напишите отзыв, я думаю, товарищам по увлечению прудами будет интересно узнать ваш опыт эксплуатации. Ну, даже если выломать вот эту перепонку с помощью вот множества сеток по корпусу данной детали, можно протянуть такие же пластиковые хомуты, и за эти хомуты зацепиться карабином. Ну, и на этом эта проблема закончится. В остальном устройство настолько простое, что тут мало что можно сломать, и я думаю, что оно более чем долго вам прослужит. Ну, по крайней мере, гораздо дольше, чем насос. А это в районе в среднем 5 лет. Вот, скиммер. Ну, почти вечная деталь, если ее не ломать. Ну, акваель официально заявляет на своей упаковке вот здесь вот в красном кружочке 2 года гарантии. Дальше акваель за это устройство не отвечает. Я думаю, это, конечно, формальность, которую я не обязана указывать на своих упаковках. В принципе, вроде как все понятно вам расписал, рассказал, но, допустим, этот груз на дне цепь соединяет, и с данной насадки у нас выходит шланг. На дне пруда у нас размещен насос. Здесь тоже накручен подобный фитинг под шланг. С помощью него вы соединили. Насос тянет с скиммера воду, запускает ее в корпус, выдает с верхнего патрубка на фильтр, фонтан или каскад, ну, в принципе, неважно куда. Ну, в принципе, все, что можно сходу рассказать про такое простое устройство, как скиммер, как понт-фильтр его даже называют, вот так я вам скажу. Surface скиммер акваэль для насосов аква-джет PFN пампс. Напомню, что встанет на любые насосы, лишь бы подошел диаметр. На этом все, с вами был Кирилл Поляков, если вам понравилось видео, ставьте лайки, рады вашим подпискам на канал, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok